Некоторые видеоигры хотят рассказать фантастические истории, испытать саму суть данного вида интерактивных развлечений, будто это нечто большее, чем просто игры. Другие полностью посвящены свободе и чистому веселью. Rage 2 относится ко второй категории. Сотрудничая с талантливыми шведами из Avalanche Studios, id Software нацелены улучшить каждый аспект оригинальной игры и вместе с этим дать франшизе Rage второй шанс. И все-таки фанаты первого Rage вне всяких сомнений почувствуют, что играют в совершенно иную франшизу. Оригинальный Rage был странным, переменчивым, постапокалиптическим шутером, у которого не получилось искать успеха ни у критиков, ни у основной аудитории. Вышедший в 2010 году Rage оказался финансовым провалом, даже несмотря на участие в разработке id, студии, которые зачастую приписывают изобретение жанра шутеров от первого лица. Именно они разработали такие игры, как Wolfenstein и Doom. В конце концов, все закончилось тем, что Rage стал одной из тех ААА игр, что не оставило после себя никакого следа. Поэтому все слегка удивились, когда Bethesda сообщила, что собирается возродить франшизу. Участие в разработке Avalanche Studios, соответственных за серию Just Cause, уже не так удивительно. Шведы из Avalanche выпустили свой собственный постапокалиптический экшен-шутер. В 2015 свет увидел Mad Max, если у кого и хватает опыта создать сиквел к Rage, так это у них. Возможно, совсем не удивительно, что во время нашего недавнего полуторачасового забега в пререлизный билд Rage 2 у нас сложилось ощущение, что Avalanche не так уж заинтересованы в создании сиквела, который учится на ошибках своего горестного прошлого. Они скорее хотят построить игру на основе более успешной франшизы. Честно, на данный момент Rage 2 в той же степени напоминает сиквел к Mad Max, что и к оригинальному Rage. Есть что-то притягательное в этой готовности принять не самое удачное прошлое. Легко представить, что данный сиквел начнет все с чистого листа и дистанцируется от первой игры серии. Но все совсем наоборот. В игре появились персонажи и отсылки к событиям оригинальной игры. Вернулся даже Mutant Bash TV, хотя не уверены на сто процентов, что Avalanche успешно получится сделать то, в чем провалился оригинальный Rage. В первой части вы играли за морпеха армии США по имени Николас Рейн, оказавшегося в криогенной заморозке. В этот раз под ваше управление поступит персонаж по имени Уолкер, последний член загадочной группировки рейнджеров. Интригует то, как Avalanche пытаются развить и обогатить историю, не вызывающую пылкого желания получить продолжение. Поскольку следующий синглплеерный Fallout еще где-то далеко, Rage 2 может перенять эстафету постапокалиптических приключений. Сможет ли он добавить персонажей и самобытности, чтобы выделиться на фоне других представителей жанра, еще предстоит выяснить. Тем не менее, судя по всему, темп и структура сиквела отражает оригинальную игру с небольшим добавлением Mad Max. Наше непродолжительное пребывание в пустоши Rage 2 состояло из поездок между различными точками открытого мира игры и убийства врагов. Если вы играли в одну из предыдущих игр с открытым миром от Avalanche, вы знаете, чего ожидать от сиквела Rage. Стоит сказать, складывается такое впечатление, что в ганплей было вложено больше усилий, чем в таких играх, как Mad Max и Just Cause. Может он и не такой сочный и плавный, как в Doom, но Rage 2 определенно берет у него в пример, как должны происходить сражения и перестрелки. Пушки из Rage 2 поначалу довольно обычные, но со временем они становятся все более интересными, благодаря модификациям режимов огня, присоединяемым к каждому стволу. Нажали LKM и ваш дробовик ведет себя как... обычный дробовик, ПКМ и вот в ваших руках звуковой скальпель. Главной фишкой боевой системы Rage являются способности Волкера, они позволяют вам молотить и швырять врагов с нечеловеческой силой. Ими очень весело пользоваться, даже несмотря на то, что иногда нас раздражали таймеры отката, лимитирующие умения главного героя. Надеемся, что в полной игре мы сможем их уменьшить с помощью прокачки. Еще одной вещью, которую хотелось бы увидеть в финальном продукте, является атмосфера. Хотя в то время как карта выглядит довольно-таки большой, складывается впечатление, что населена она так себе, а моментами попросту пуста. Иногда мир даже успокаивающе тих, что удивительно, учитывая, что к разработке причастны Аваланч. Помимо сюжетных миссий и второстепенных занятий, мир Рэйдж остается статичным. Конечно, это постапокалиптическая пустошь, но она по-прежнему должна создавать впечатление места, где живут люди и происходят события. Теперь же у нас поселился интерес увидеть, сможет ли гибрид Мэдмакса оригинального Рэйдж от Аваланч стать чем-то большим, чем просто набором составных частей. В любом случае, отсутствие любых признаков того, что шведские разработчики действительно подумали о том, почему эти оба постапокалиптических приключений не впечатлили критиков, заставляет нас слегка волноваться. Что убило первый Рэйдж? Было ли это безразличие к шаблонному сюжету игры или резкий темп повествования и отсутствие третьего акта? Может быть слабая структура открытого мира или дело в скучной боевой системе, неповоротливой езде? Больше всего от Рэйдж 2 хотелось почувствовать, что Аваланч и Бетезда поняли, в чем были проблемы первой игры, но этого так и не случилось. Судя по всему, Рэйдж 2 является игрой, построенной на основе своего неоднозначного прошлого, но так и не поняла, что же с ней было не так. А если вы не учитесь на своем прошлом, вы обречены его повторить. К слову, если вы ждете Рэйдж 2, то он выходит 14 мая на ПК, Xbox One и PlayStation 4. А что вы думаете насчет Рэйдж 2? Ждем вас в комментариях. Также не забывайте нажимать большой палец вверх, подписываться на наш канал и заходить за информацией на наш сайт xgamesdefistv.com. До скорой встречи на X Games Game TV. Играйте и смотрите вместе с нами! Субтитры создавал DimaTorzok